В Филиппийцам 3 глава 12 стих Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус. Вот видите, мы много говорили, рассуждали, как апостол Павел мыслит, а вот он нам помогает. Почему он так говорит? Достигну. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус. Ну вот на правах, как раньше по радио говорили, на правах рекламы, дальше там много-много всего говорится. Вот на правах частного мнения могу так сказать, это не толкование. Вот Христос и Иисус и апостол Павел, кто совершеннее? Ну конечно же Иисус Христос. А апостол Павел говорит, в нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Ну можно ли когда-либо человеку, даже апостолу Павлу сказать, что вот он достиг тех же самых абсолютно чувствований, что во Христе Иисусе? Даже каким бы апостол Павел ни был, вот это мы можем его рассматривать таким, каким мы его рассматриваем сейчас, подвижником, который страдал за Христа. Но сам апостол Павел, вот попытаемся мыслить, как он. Он бывший гонитель церкви Христовой. Сколько он людей гнал, сколько, может быть, даже, там особо не написано, что он убивал, но к убийству он подталкивал, других людей мог подталкивать. И вот он это осуществив, и теперь он смотрит на Христа, как он себя. Да он себя в своих глазах, может быть, в абсолютном ничтожестве видит. И что бы он ни делал, он даже мог понимать, что все, что я ни делал, это даже капли нету в океане того, кем бы я мог быть и кем я должен быть во Христе Иисусе. То есть, поэтому, говорю так, не потому, что я уже достиг или услышался, но стремлюсь, вот к чему апостол Павел, он стремился. И все, что он делал, он вообще, наверное, не видел этого. То есть, все эти дела для него были просто как возможность как-то Богу угодить. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Толкование. Сказав, чтобы достигнуть, это предыдущий стих толкования захватывает, одиннадцатый, он подтверждает это, говоря, так неуверенно, так неуверенно я сказал, потому, что еще не достиг награды, еще не усовершился, говорит, я еще нахожусь в подвиге, еще стремлюсь, не достигну ли конца и награды. Затем показывает, что это его долг, он прибавляет, ради всего то, что я делаю, потому что достиг меня Христос. То есть, когда я был в числе погибших и отверженных, Христос меня преследовал и достиг меня бегущего и обратил к себе. Поэтому и сам я должен гнаться за ним, чтобы достигнуть его. Весьма выразительно сказал, стремлюсь, потому что стремящийся ни на что другое не обращает внимания, кроме того, к чему стремится. Все опускает из виду. Даже самое дорогое, самое необходимое, так и мы должны спешить, не обращая внимания ни на какие препятствия. То есть, Христос меня достиг, говорит апостол Павел. Он меня искал, даже когда я его гнал, и гнал его последователей. А теперь я стремлюсь за Христом, пытаюсь его догнать. И это процесс непрерывный до тех пор, пока Господь уже не взял его к себе. То есть, пока не увидел, а святые, как говорят, держи ум свой в аде, но не отчаивайся. То есть, никогда не признавай, что ты, вот, я наконец-то достиг, а теперь я сейчас сяду и буду советы раздавать, или, Господи, бери меня к себе. То есть, постоянный подвиг совершенствуем. Держи ум свой в аде, осознавай, что ты грешник, погибший, но не отчаивайся и стремись к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Понимаем, да, это все? Не знаю я. Ну, вопросы есть у вас, детка, наши? Мне кажется, что дети слушают, и слава Богу. Пусть пока воспринимают. Это отдельное детское занятие, надо готовиться. Тут, видите, мы разбираем темы, даже я не знаю, как это все трансформировать. Сразу нелегко это так передать. Видите, чтобы задать вопрос ребенку, нужно как-то попытаться мыслить, нужно настроиться, чем живет ребенок, как, какие у него, какие дела в школе, это все примените всего. Нам легче-то взрослым, мы знаем нашу взрослую жизнь. Тем более тут еще момент. И дети так же, вот они слушают, они постепенно все. Да, я считаю, что просто пребывание, слушание детей, они просто воспринимают, а там как у них в голове это уложится. Постепенно все, человек принимает решение. Тут необходимо внутреннее осознание этого. А так, если я сейчас задам вопрос, отвечай. Ну и что мне ответят? Ну, конечно, я, знаешь, что еще думаю, что можно пребывать и не слышать. Вот еще в чем вопрос. Нет гарантии, что все услышали. Он сидит, рисует о своем, думает, в облаках витает и ничего не слышит. Ну, опять же, если ты сейчас будешь... А вот отвечай, а что отвечай? Вопросы очень сложные, тут даже взрослые вот сидят, я сейчас не буду даже называть, кто молчит постоянно. Вот, и что? Александра Михайловна. Ну ладно, вот Александра Михайловна созналась, да? Да, прямо она как раз слышала. Не всегда человек молчащий не понимает. Надо накопление должно быть. Я вот себя в длинности вспоминаю, но... Ну, сколько я ходил, слушал, ну, мне как-то это все было интересно. Ну, чтобы вот так уж фанатично, так, я не это, не тянулся к этому. Но потом наступил момент, когда я понял, что мне надо принять решение. Да, вы хотите что-то сказать? Да, я хочу сказать, что те же чувствования, как во Христе Иисусе. У нас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Если у нас не будет тех же чувствований, я и говорю, что достичь Христа там каких-то, а те же чувствования. То есть, если мы будем только не стремиться к этому, а те же чувствования, нам нужно знать Слово Божие. Если мы не будем Его знать, так как же могут у нас те же чувствования? Мы Его должны знать, Его волю, это в Слове Божьем. Поэтому, если кто не изучает Слово Божие, у него нет тех же чувствований, что во Христе Иисусе. И поэтому, а нам, вот я вот про себя думаю, надо во Христе Иисусе, потому, если мы немножко будем отступать от всех, вот, то, что написано в Слове Божьем, то мы уже не христовы, не исполнять Его заповеди, не соблюдать, вот, как ближнему, это тоже заповедь, та же самая, все это заповеди, которые мы должны исполнять. Если мы не будем это исполнять, мы не христовы, будем ходить, но мы не христовы. Поэтому те же чувствования, маленько, не те же, все, ты не со Христом уже, дьявол тебя уже раз и сковырнул в сторонку. Поэтому и поведет куда-нибудь в другую сторону, вот так вот. Понятно. Кому понятно? Ну, подождите, сейчас историю, я сейчас вам... У нас сейчас одна тема о достижении, вот ваша история будет в контексте следующего стиха, вы ее расскажете, но чуть попозже, потому что сейчас мы уйдем, мы забудем, что мы читаем. Я на эту тему хотела. На тему как раз достижения или как, я поняла, или чувствования. Зонга тратишь время. Говорю, Захни, потому, чтобы я уже достиг, а дальше, 13 стих. Братья, ну давайте. Ну ладно, все, читай давай. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и простираюсь вперед. Рассказывайте. Давай, читай дальше. Полкование. Так как прежде он много похвалил филиппийцев, здесь, смиряя их помыслы, он говорит, И я, учитель ваш, еще не считаю себя достигшим полного совершенства, подобно тому, как если бы кто о бегущем сказал, что он еще не пробежал всей дистанции. Как же он говорит в другом месте, течение совершил. Вот второй Тимофеевич, 4-7, мы же говорили об этом. Но это он сказал в виду смерти. То есть... Закачивается жизнь. Тихо, тихо, тихо. Делаю, говорит, одно, стремлюсь к одному только, чтобы всегда двигаться вперед. Я забываю совершенные мной дела, совершенные мной дела, и оставляю их позади. И о них вовсе не вспоминаю. И таким образом стремлюсь вперед. К тому, чего у меня еще не достает. Потому что тот, кто думает, что совершил уже поприще, тот останавливается, как бы уже все исполнил. Что значит, простираюсь? Это значит стараться схватить что-нибудь прежде, чем достиг. Значит, упреждать ноги, хотя бегущие остальным телом, наклоняясь вперед, наклоняются вперед, что происходит от великого усердия. Простираясь вперед, говорит, вот бежит, а ноги как бы даже отстают, тело вперед, душа рвется вперед. Вот такое стремление. То есть, о достижении мы сейчас рассуждаем. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Вот такой бесконечный процесс, пока Господь не возьмет его к себе. Ну, давайте рассуждаем на эту тему. То есть, в одном месте он сказал, я уже совершил течение. Все, мы скажем, вот приводился пример, ну и все тогда. А что, совершение совершил, все-все нормально, все исполнено, что Господь сказал. Ну, а дальше он продолжает, говорит, не почитаю себя достигшим. То есть, это он сказал, что он видит перед собой уже смерть. Скоро меня ждет конец. И конец был действительно близок, он впоследствии ему, ну, как вы говорите, предание, ссылаясь на предание. А это исторический факт, что ему было отсечение главы, как римскому гражданину. Была отсечена голова апостола Павла. Вот. Вот об этом он говорит. Но внутренне он всегда стремился к Господу. То есть, не почитая себя достигшим, и простираясь вперед. Но если вопросов нет, дальше проходим, это место мы, 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот этот вот стих 14. Предыдущий стих нам говорил, что не почитаю себя достигшим и простираясь вперед. Дальше. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот совершенство, вот к чему надо стремиться. Толкование. «Я, говорит, бегу не бесцельно, но устремляю свой взор к цели». Какая же это цель? «Почесть Вышнего звания, то есть нетленного, которое на небесах. Потому что подвиг происходит внизу, но венец вверху, во светлости святых. Ибо и царю, достаивая подвижников больше почести, венчает их, призвав горнему. С целью показать, что все делается с помощью Христа, без которой и подвиг бывает неуспешен, говорит во Христе Иисусе, то есть при Его содействии». Ну вот теперь давайте порассуждаем. То есть тут заканчивается вот эта мысль о достижении цели, к чему он стремился, апостол Павел. И на что я хочу обратить внимание. Вот вы начали вопросы о чувствовании во Христе Иисусе. Мы сейчас к нему опять возвратимся, опять все сначала начнем. А почему? А у меня сразу возникло вопрос, но я не стал его задавать. Как этого достигнуть, этих чувствований во Христе Иисусе? Вы говорите первое. Вы сказали первое, надо заниматься Словом Божьим. Вы все слышали об этом, да? Что Людмила Степановна об этом сказала, что без знания закона Божия, Его воли, мы не сможем иметь те же чувствования. Вот так сказать. А что еще? Ну я знаю. Вот человек знает, нельзя там пить, там курить. А он все равно это делает. Он знает, но делает. Почему? Дальше что? Ну есть же, есть еще в Слове Божьем написано дары Духа Святого. Дары Духа Святого. Ты, когда это все совершишь, когда ты исполнишь веру, любовь, мир, благость, долготерпение, смирение, кротость, воздержание на таковых, нет? Ну это когда ты исполнишь. А как исполнить? А вот Господь сказал, вот описание всех вот этих вот, всех вот, я то, что перечислила, все дары Духа Святого, вот исполнение. Вот это Игнатий Бринчанинов, каждая конкретно объясняет, что это такое. И попробуй это. И вот это вот, если это будешь исполнять, но это настолько, настолько проникновенно, настолько тонко, настолько это духовно. Это тебе не то, что в храм сходить помолиться. Это борьба постоянная, день и ночь борешься со всей, и больше даже еще искушений, когда ты начинаешь это исполнять. Поэтому это борьба со страстями. Самое главное, чтобы мы сами себя победили, чтобы не обольстелись. Я еще раз поставлю вопрос, как приобрести эти чувствования? Вот процесс такой, практический подход. Я думаю, это только можно в молитве к Господу, надеясь на Его помощь, что без помощи Божией, своими силами, да как ты что это? Мы уже приближаемся к ответу, потому что в конце 15 стиха и было есть так, в 14 стиха, во Христе Иисусе, то есть при Его содействии. Одно дело мы стремимся, мы хотим, мы понимаем, да, но как достигнуть, каким способом достигнуть при Его содействии. Вот раскрою еще дальше. Давайте. Здесь к первому Теносею как раз. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван. Перед Богом, всежилотворящим, перед Христом Иисусом, который засвидетельствует перед Тонтием Пилатом доброе исповедание, завещивая тебе. Соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый и сильный Царь, царствующий Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, который никто из человеков не видел и видеть не может. Откроет сам Господь. Вот этот стих там. Но я не услышал ответа на вопрос. Хороший стих. Вот я еще раз ставлю вопрос, почему я так вот обращаю на это внимание. Как стать святым? Как достигнуть чувствований? Вот человек грешный. Ну, я думаю, что каждый человек себя осознает грешником. Вот ты вышел, и тебе встретился человек, который тебя там обругал. А ты не виноват вроде бы. Еще грубее это сказал. А как ему не ответить? Как, ладно, ты не ответил, но внутри тебя воспылался какое-то там неприятие. А так Христос разве относился? Да я не верю, что во Христе были такие чувствования в отношении себя опять же. Давайте. Вторая попытка. Человек Божий, убегай от всего этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Опять наставление. Убегай, делай. Ну, как убегать? Вот не могу убежать. Вот человек, ну, бывает, зависимый от алкоголя, вот видит, говорит, и не могу убежать. Вот понимаешь, что нельзя, все, а рука трясется, тянется. Другой человек увидел там что-то красивое, речка, и туда его тянет. Это самое главное, вот у Бринчанина написано, страстями, со страстями Борис. У тебя там возгорелось? А ты, ах ты, ах ты, ты меня искушаешь. Ты борись сам с собой, с внутренним. Не будешь бороться? Да какие чувствования-то? Никакого там у нас Христа-то и не будет. Если у нас внутри будет бушевать буря, и я лучше то это, лучше то это, лучше то это. Подождите, а вы говорите Борис, а как бороться, когда силы нету? А Христа призывали. Любая страсть это одолевает нас бесы. Согласны? Христос сказал при Амароте изгоняется молитвой и постом. Ничем другим. А я еще к этому думаю, что у святых сказано, что если мы не читаем Евангелие, то ваша молитва это пустослужие. Правильно? Давай. А мы говорим постом и молитвой, а если мы это не изучаем, не вникаем в это, то что? Это мы пустословим тогда? Мы определились. Вопрос, сейчас начнем потихоньку разбираться. Христос сказал, без меня не можете делать ничего. То есть, я это веду к тому, что мы спасаемся, как Серафим Саровский говорит, наша цель, цель христианской жизни стяжание Духа Святого. То есть, все то, что мы можем сделать доброго, вообще, и приобрести чувствование во Христе Иисусе, и совершить какие-то добрые, реально добрые дела, мы можем только силою Божией, благодатью Христовой. Вот я о чем хотел сказать вам. Это ясно. Нет, ну как это ясно? Это ясно, так это надо было проговорить. Я-то говорю, что я вот сейчас выйду, и что мне делать? Молитвой постом, как постом, когда мы сейчас хорошо покушали. А мне же сейчас гневливый человек встретится прям реально, а я не... А, ну давайте, как я могу все из себя, ну... Благодать Духа Святого. А как приобрести эту благодать? Так это азы. Азы, так я и хочу азы услышать. На все просим благословение Божие. Вот в том-то и дело, что мы, Господи, я, ничто, Господи, вот я к чему сейчас это веду? Я, Господи, ничто, я грешник, я слабый, правильно, Игнатий Причининов там склассифицировал там до миллиметра уже эти грехи, он специалист был в этой области. Но дальше что? Как мне вырваться из этого? Господи, помилуй меня грешник, в Божьей милости будь мне грешником. То есть, ты призови Божью благодать к себе. Обратись к Иисусу Христу как к Спасителю и скажи, Господь, Господи, Иисусе Хрестествене Божьем, помилуй меня грешного, помоги мне воздержаться. Вот когда монашескую молитву утворили подвижники, у них одна молитва не грешного. Они призывали благодать Божию. В этой молитве они признавали себя падшими грешниками, но они при этом, прося у Господа благословения, получали обновление от Христа. А надо бороться, бороться. А как бороться, когда у них нет сил? Ну, представьте, вы вот такой герой на ринг вы видите какого-нибудь ну, совещая, дистрофика. Ну, как он будет с ним бороться? Да никак. Перед тобой дьявол, это дух. У него еще воинство, легион, а я кто такой? И как я буду бороться? Да нет у меня сил никакой. А когда я призову Господа, Господи, а написано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, вот смирение, признание себя немощным пред Богом и призвание силы Божией. То есть, я борюсь не своей силой. Апостол Павел подвязался не своей силой, а силой Господа, Бога, к которому он обращался. Но, если человек не молится, это означает, что он надеется на свои силы. И он думает, что он все решит своими силами. В результате что происходит? Он ничего не решает. Он впадает снова и снова в эту страсть. Не потому, что он слабый. Нет, не потому, что он слабый, а потому, что он не молится. Вот мы для чего доходим. Вот говорит, человек немощный, он привязан к одной страсти. А почему он привязан? Ну, он же немощный. А что, этот не немощный? А этот не немощный? Пси немощный. Но один призывает Бога и побеждает, а другой Бога не призывает и не побеждает. А теперь вопрос, почему Бога ты не призываешь? А вот тут уже вопрос веры, об этом мы уже говорили. Да по маловерию по-своему, по самонадеянности, по гордости. И вот гордость и ленность тоже туда добавляется. Но чаще всего я вот как-то сравнил, гордость не дает. Ленность вроде бы это, а гордость, ну я сам, вот даже вот опять же по себе сужу. Иногда идешь, думаешь, ну вроде бы дело незначительное, но иногда прям просишь молиться, молитесь за меня, молитесь. А иногда думаешь, да ладно, ну что там, вышел, не помолился, вышел из дома. А вот это самый, как говорится, самый главный грех, что даже мелкие дела надо призывать Господа. Встал, Господи, помоги мне. Даже в самом малом деле я не смогу без тебя ничего сделать. Ты твою силу и помоги мне, Господи. Если мне встретится гневливый человек или там какой-то распутный человек, дай мне, Господи, воздержаться, потому что я точно не воздержусь. Я обязательно что-то отвечу, я обязательно посмотрю, я обязательно сделаю какой-то грех. Но ты свою силу и помоги мне, Господи. И вот практическое, чего я хотел, чтобы мы это озвучили, что силой Божией, благодатью Духа Святого, которая подается, во-первых, в молитве лично, а во-вторых, она подается в таинствах церкви, в которых мы участвуем, в причащении тела и крови Господа нашего. Подается она благодать и силой Духа Святого. И Господь сам входит нас, соединяется с нами. С первого года, когда я пришла на занятия, я чутко услышала, что мне делать. Я сама никто, и звать меня никак, и я грешница. И первое, что Игнатий нас научил, во всех бедах, во всех случаях жизни призывайте Духа Святого. Ну, как после крещения. И у меня это, это, в правило вошло, Господи, пошли мне Духа Святого, для исполнения завтра. Так вот, поделитесь бы с нами, Ваши святые. Пошли мне, Господи, Духа Святого, для благовестия, пошли мне Духа Святого, потому что я нищая Духа. Я ничего не могу делать без Тебя. Это столько лет, и Ты мне, Ты мне сейчас возвращаешь, то, что я уже 20 лет это говорю. Другим он на камеру говорит, чтобы людям так было. Мы сейчас проходим, мы хотим сейчас, чтобы все это было озвучено. А для меня это уже усовершенствовались, а там какие-то разные. Никакая резерва, и то никакая, но все равно я ее каждый день посыпаю. Это главное, это основа, это двигатель наш Господь. А без него кто будет помогать? Двигатель наш Господь. Поэтому любая борьба, она должна сопровождаться молитвой. А молитве помогает еще и пост. Да. Я хочу сказать кратко, что вот как в Слое Божьем написано, человеком это невозможно, когда ученики задали вопрос. О, нет, это я забыл стих сказать, вот это второй стих. Первое. Без меня не можете делать ничего, а второй человеком это невозможно. Невозможно. Вот это правильно. Аминь. Да. Краткий обзор. Да, вот это кратко. А вот другое место. Верующий в меня, дела, которые я сотворил, больше всех сотворил. Это тоже подходит, но... Это подходит на нас слишком. Ну да, важно, да. Вот сегодня на занятиях, вела занятия с детьми, читали сентябрьских мучеников, пишут Надю, девочкам, двенадцать, десять и восемь лет. И они как одна отвечали. Вот такие вот слова, это только Духом Святым. И они так и сказали, мы не сами отсягаем, мы говорим Духом Святым. Потому что они все время молились, и призывали Бога. И он облегчил их страдания, дал что отвечать. И одна, как вторая. Первую отмучили, Адриан говорит, ну а ты, говорит, Надя, Анна говорит, а я разве чужая сестра моя? Разве не вместе мы молились? Разве не в одно крещение мы крестились? Ни одним Духом Святым просвещаемы были? И я, говорит, как Анна, так же отвечаю тебе, что нету других богов. Да, Иисус Христос, а идолам мы не поклоняемся, там никакой Диане мы не будем приносить жертвы. Это все Духом Святым. Укреплял-то Бог их. Ну и вот в контексте того, что опять говорили, что там деткам вопрос задать. Ну я вспоминаю рассказ такой, что когда два человека беседуют, уже таких немолодых, и говорят, ну вот, допустим, один верующий, а второй неверующий. Неверующий говорит верующим. Ну и что вот дети у нас? Оба неверующих. Ну какая разница? Живут как обычно. Вот ты верующий, учил своего сына, рассказывал ему о Боге, рассказывал ему о Христе, о Богодате. Ну он не принял это все. И живет как вот все, ну не верит он в это. А мой, ну я его не учил, он так же живет, а живут одинаковые. Ну и верующий отец что ответил? Он говорит, вот когда случится беда, то мой сын, по крайней мере, знает, куда обратиться, потому что я его учил и рассказывал ему, как обратиться, куда за помощью, если он будет в самой сложной жизненной ситуации. А твой сын, куда обратиться? Ну, кому он обратиться, если ты его не обучал? Как обратиться? А мой сын, он хоть и не верил, но когда прижмет, все вы верующие сразу станете. Вот поэтому именно Бог, кому мы обращаемся, он наш помощник и в бедах, и в скорбях, и наша сила, и наша крепость, и наши песни, и наше радование, Господь. И если наши беды, то потому что мы, мы потому что не молимся, наверное, в суете в нашей, мы думаем, что, да и зачем вообще мы приходим на богослужение? Просто отстоять дань? Да нет, мы приходим для того, чтобы у Господа помощи попросить, чтобы здесь вместе вдохновиться Господом, потому что седьмой день недели, воскресный, день отдыха, по заповеди. Первый день недели. Первый день недели, да, но он получается у нас уже седьмой. Для меня вот важно, что я прихожу в церковь, потому что я дома молюсь одна. Ты молишься, у тебя вся семья стоит, а я одна. И мне, для меня вот это глоток, что мы молимся, и молитва моя, и что вот все стоят и молятся, я нахожусь среди верных. А молитву одного не слышится, нужно двое или трое. Ну, Господь это и заповедь в нем, что должны быть собрать, слышится, все слышится, просто собрание, каждую молитву слышит. Все Господь слышит. Просто Господь собрание возвел вот именно собрание христиан, как вот богослужебное собрание, оно возведено уже в закон. В закон как? Не в Ветхозаветний закон, а в закон, что в правилах, да, мы должны собираться, и в канонах, да, не оставляйте собрания вашего. А почему не оставляйте? Да потому что ты даже, может быть, не доходишь до этого головой, ты, может быть, даже не осознаешь, что тебе Господь поможет, но тебе просто сказал, ходи, ходи, и ты вот придя сюда, ты уже получишь благодать Духа Святого. Понимаете? Даже не осознавая того, что ты... Не осознавая, но ты получишь. Как и нет? Как и нет? Да. Спасибо Христову, занятие закончено, потому что время вышло. Подождите, занятие еще не закончено. Вы скажете, что оно закончено. Время вышло, но мы слышали. Ну, сейчас закончим. Двенадцать часов закончим. Игорь, там смотрите время. Хорошо, хорошо. Хорошо. Просто у кого-то какие-то, может, вопросы были, мы же не можем объявить, пока закончится. Мы должны сейчас понять, у кого-то вопросы какие-то есть, у кого вопрос еще. Мы закончим сейчас. Собрать. Ну, Валя, пусть скажет своей. Не, уже тема прошла. Господь отвел, значит. Ну все. Не, ну как Господь? Игорь, можно я скажу? Я хочу попросить насчет Валентины Павловны. Это нехорошо, что ты ее остановила и не дала ей сказать свое время. Можно я скажу? И не дала сказать ей свое время слово. Это нехорошо. Кому-то ты даешь время, 10 минут говорят, а ей не дала. Будьте добры как-то, будьте уважительны друг по другу. Если человек тянет руку, она не просто так, что тянет. Если она не по теме начнет говорить, конечно, ты вправе ее остановить. Но не дать ей слово совершенно, это нехорошо. Я объясню сейчас, почему. Я объясняю, что местописание мы прочитаем дальше, и она будет говорить. Но человек не хочет говорить, я что могу сказать? Ты меня не услышала. Можно маленькое объявление? Маленькое объявление не по теме, пока я вспомнила. Сорвали тыквы молочные, совсем маленькие, они лежать зимой не будут. Пожалуйста, разберите их сейчас. Вот сегодня прямо они мокрые. Мама мне рецепт сказала для очищения организма. Как редьку, крышечку снимаешь, выдалбливаешь серединку маленько, ложку меда туда две, и этот сок пить очень полезно. Очищает организм. Надо обязательно разобрать, чтобы труды на Тихоныче, что он посадил, это не пропало. Ему это не понадобится все равно. Главное, чтобы оно не пропало. Потому что много вот там на тумбочке и внизу, на веранде. Хоть по одной движке. Закончили 14 стихом третьего главы послания филиписам. Кто ведет конспект, запишите. На бумажке, что он, вручку возьми, запишите. И за закладку возьмите. Так, сегодня 2 октября, да? И за закладку возьмите. Безыстрения Бога, Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Благодарим Тебя, Господи, за наше занятие. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сестры, не обижайтесь на меня. Что-то вижу, какой-то голос у вас такой, что что-то я не додал.